Олег Белак официально вступил в должность главы Наринмара. Торжественная церемония состоялась в администрации города. Напомню, Олег Белак был избран в ходе внеочередной сессии городского совета депутатов и будет руководить муниципалитетом ближайшие пять лет. Александра Литкова расскажет подробнее. На пост главы Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля текущего года, после истечения первого срока. Тогда большинство депутатов решили, администрация города сегодня на правильном пути и выполнять поставленные задачи может эффективно. В ходе внеочередной сессии городского совета задействующего градоначальника проголосовали 11 депутатов. Один против. Согласно решению городского совета номер 304, депутатами принято решение избрать главой муниципального образования городской округ город Наринмар Белака Олега Ануфревича. Приветственный адрес от имени губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного озвучил заместитель главы региона Андрей Блащинский. Вы давно успешно работаете в управленческой команде региона. Поэтому поддержка вашей кандидатуры депутатским корпусом городского округа – это свидетельство высокой оценки вашей деятельности, доверия коллег и горожан. Я уверен, что знания специфики веренной вам территории, профессиональный политический опыт, а также стремление работать на благо людей в полной мере будут востребованы на этом ответственном посту. Поздравления и напутствия в адрес новоизбранного мэра также прозвучали от представителей различных органов власти Ненецкого округа. Искренне рады, что депутаты городского совета по достоинству оценили вашу деятельность на благо города и его жителей, избрав вас главой Наринмара уже во второй раз. Это высокая оценка вашей работы и профессионального подхода к делу, глубокого знания проблем города и умения добиваться поставленных целей. На свой первый пост главы Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля 2017 года. За пять лет в городской администрации, в муниципальных учреждениях и предприятиях сформировалась эффективная команда. Ну, сам Наринмар стал чище, краше. Это замещают все вокруг, и жители, и гости города. Поэтому огромное спасибо, в том числе, и глава города. Я здесь родилась, и наш город, конечно, с каждым годом расцветает, и все становится краше. И вот мои даже подруги, которые вот уехали отсюда, вот сейчас приехала подруга, и вообще просто наш город не узнаваем. Даже я сама, вот живя здесь, не выезжая, езжу по новым новостройкам, просто радуюсь, что действительно наш город расцветает. Произнося присягу, Олег Белак поклялся с достоинством и честью осуществлять полномочия главы города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. После инаугурации, которая состоялась в актовом зале мэрии, Олег Белак озвучил приоритетные направления деятельности на ближайшие пять лет. В их числе вопросы коммунальной сферы, вопросы финансово-хозяйственной деятельности, предприятия объединенных котельных и тепловых сетей и благоустройства города. Мы продолжим формирование городской среды, уже понимая, что нам в городе нужны, допустим, те же самые парковки. Мы, к сожалению, не успели в прошлом году закончить большие мероприятия по замене детских выгородных площадок. У нас огромные планы по озеленению города. Мы так пока что и не решили вопрос ни с благоустройством Смедовича, восстановлением его. То есть вопросов на самом деле много, и от жителей вопросов очень много. Это вопросы социальной очереди, которая у нас за пять лет сдвинулась его на несколько квартир, и то только за счет муниципального фонда, который мы перераспределяли. Напомню, главу городского округа выбирали не прямым голосованием избирателей, а советом депутатов уже во второй раз. Из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, полномочия мэра Олег Белак будет исполнять в течение пяти лет.